Вот это вот остался открытый спор. Человек, который был оппонентом, который написал или сказал, или как, он очень умный, очень грамотный, с прекрасным садом, но у него есть червивая слива, он сам сказал, да и червивая слива. А у меня уже нет червивых слив, а разница в том, что у него есть обрезка на кольцо, у меня нет. Да он меня не понял, не поверил. А я почему, если я распоминаю, таких оппонентов, толково грамотных работящих, потому что от меня все равно поздно будет. Затр уже подойдет к этому, к этой сливе, и уже обрезку на кольцо делать не будет. Ветка отсохла, а дальше я вам покажу. Ну принцип такой, ветка отсохла, оставляем вот такой пенечек. Все, дырки нет. И червивых слив нет. Или хотя бы меньше. Если бы у меня были червивые сливы, у меня были сотни гостей, я на самом деле садился видеть. 6 лет как это, приехал на практику на пару месяцев, и 6 лет практика продолжается. Есть у меня червивые сливы? Где-нибудь напиши, что есть. Я даже обижаться не буду. А кое-что есть, смотрите. Дело в том, что вот такие вот, вначале искалеченное дерево, потом оно заболело, и у него получается не только само веточки, не только листики, но и плоды, это часть дерева, это единый организм, это единый организм. И этот единый организм болеет, если дерево искалечено. И тогда червячки, вот как здесь написано, сливовый пенечек, сливочервивый, они начинают свою работу, потому что потерял иммунитет, сам плодный, на искалеченном дереве. Слушайте дальше. И вот что получается. Раз существует болезнь, она не признана, то есть не болезнь, а дерево больное. А, не обязательно, ой, простите меня, я говорю, да, и увечен дерево, обязательно находят лишние ветки. Если любое дерево, которое попадает туда, где его не положено быть, то вот представим себе, что большинство деревьев, которые мы называем плодовые, есть такая круглая цифра, минус 30. Если ниже, терпимо, и не будет этих червячков. Если выше, дерево уже только из-за этого, не обязательно резать, только из-за того, что оно попало, климат, который ему не подходит, оно уже подпорчено, оно уже больно, из-за того, что ему нанесены, как называется, невосполнимые потери, в виде, ну, те же самые морозобойные, те же самые солнечные ожоги. Так. И многие потом, когда листья сохнут, ой, сколько болезней придумали, боже мой, и начинают с ними бороться, и купить, а то, а то, помните, 20-30 наименований предлагается купить. А на этом сайте 300 тысяч человек увидело это. И сколько из них пойдет покупать эти самые яды, ну, и дерево изумечили своими руками, или оно просто попало туда, в тот регион, где нельзя ему расти, не положено, или у него короче век. В этот год понесло, не было экстремальных температур, нормально все. Другой год прихватило его морозами. Вот уже и личинки. И, к сожалению, не понимая этого, смотрите, чем заканчивается. Я вам показывал еще раз, я хочу, чтобы это было, уже засело в головах, хоть несколько-то новичков, в конце концов, появляется в моем окружении. Осенью при створных кругах надо перекопать почву. Личинки окажутся на поверхности и замерзут. А ты то вот это вот придумал, да? Вот это вот. Скажи, пожалуйста, когда на поверхности окажутся черви, они не замерзут, нет? Они опять ведут глубь. А там все разрушено. Вся вентиляция, рация, все разрушено. Я смотрел, Юрий Владимирович, о перекопке почвы. Это чтобы поджечь дом, чтобы согреться. Ведь действительно, этот совет настолько подал. По-настоящему. Это человек, который не понимает, что он творит. Значит, когда не тронутый день, там находится, это исследование проводили не у нас. У нас и сейчас скажут, перекопайте. И сейчас скажут. И перекопают это, потом, потом, потом я вам покажу. И сейчас покажут. А где-то, я забыл, но я много не могу помнить. Я помню самое главное, что студенты одного из самых университетов, не наших, примерно, или это там, стадо Бенделюкса, или это, может, Франция. Нет, полная страна, небольшая. И они эту небольшую страну, вроде Голландии, может, даже Голландии, взяли, несколько тысяч сделали проб, то есть, копнут, и в эту, баночку, или куда-то там, и это. И давай считать, сколько там бактерий. Ну, догадались одну разу. Где большая бактерия? Там, где не перекопана почва. Почему мы этого не знаем? А? Почему вся вот эта страна забита вот этим вот, вот этим вот, вот этим вот? Особным видом. И вы знаете, что самое страшное? Самое страшное, что когда вот тот копает, а потом тот же голос комментирует. А вы знаете, что мы сейчас знаем туда кислород, разрушив все червячные ходы, он говорит, что мы туда, а ведь это на всю страну. Это десятки, сотни тысяч людей слышат и видят. Разрушив все подземную инфраструктуру полностью, мы подаем кислород. А еще, знаете что, это правда другая еще, еще полуцентра, вот, из тех, которые с этими, с погодами. она спокойно говорит, знаете о чем? Сказать? Вот теперь, вот теперь, влага после дождей и после полива будет лучше попадать в почву. Вот для чего нужна перекопка. А Бог-то не знал об этом. Он бы сразу создал перекопанную почву. Дождевую тучу он создал. А это нет. А что же ты будешь делать-то? Что за это? Вот. Смотрим дальше. Оказывается, мы еще недавно мы даже вот этого не знали. Вот, сейчас. Я уже, никуда не бегаю. Силет. Так. Значит, что получается? Чтобы мифических личинок уничтожить, уничтожается вся инфраструктура. вот так. Идем дальше. Ну, приходится лезть в Википедию. Ну, черн, дойдет черн. Ля-ля-ля. Распространен вид кончаток червей. Что тут еще написано? Я тоже учусь, походу. Я пронизал все. Ну, в школе проходил. вы представляете? Вы представляете? В школе, где вот это убило больше всего. Я знал немножко больше, чем в учебнике. Ну, так случилось. Ну, бывают такие. вот эти вот. Ну, вот, видите, я вот тут, с точки зрения это. Горосковь сумасшедшая. Я был школьником. В школе проходили строения червей. я запомнил только два слова. Червяки, черви делятся на продольном поперечном. Вот. Нет. Вот видите, забор. Червяки делятся на продольном строении и поперечном. Что такое продольное? Что там продольного? Ведь прошли год я уже забыл, что. И поперечную забыл. А вот про то, что я сейчас рассказываю, показываю, про это можно было рассказать? Может быть, это строение червяка связано с его возможностями передвигаться под землю, рыть канаву эти ябы, ябы, ходы. Сейчас выяснил, что земляная червя играет основную роль в создании плодородной почвы. Но это тоже. Знаете, что должно быть добавлено? А дальше должно быть добавлено в университетах, институтах и в академиях. Что? В связи с этим, нельзя перекапывать пристольные круги. Можно только испортить жизнь дереву и так далее. Ну, про побелку я вообще говорю. Вот это привычка идиотская. Взять, отрезать ветку, да? А это уже все, надо за счет, как сказать, надо за счет замерзать, гнить, гниль попадет в дууты, появятся эти, часть сосудов перестанут работать, они просто сгниют, замерзут. Какого хрена ты берил? Вот, смотрите. брат им не изведи, потом опять скажешь, как за это? Валера, ну что ты опять с шашкой маршешь? Люди устают. Смотрите, вот страшная рана, вот страшная рана. Смотрите сюда, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь рана. А знаете, почему здесь все братки ветки, ветки нет? Она отсохла, ее отрезали. Легко догадаться? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Здесь еще жива, тут рана, тут рана. Видели? Еще крупнее сделано. Вот. Зачем белить, если ты уже дерево искалечил? Его белят якобы, якобы. Чтобы оно, это, чтобы ее не корячил этот самый, мороз и солнце. Вот так. Идем дальше. Полюбовались. Давай, давай. И главное, что ты для кого это научил? Вот, вот, я не стал бы мне вот это же очень умелые пенсионеры. Вот действительно очень умелые. Действительно очень умелые. Пенсионеры. Пенсионеры, что это, делать им нечего? Спина еще не болит. Есть такие пенсионеры? Вот это ты, что ты за пенсионеры подставляешь этих самых? стариков. Вроде меня. я-то не куплюсь. Сколько труда. А знает ли кто, что через месяц это покрывается зеленой травой, а дальше, как говорят, весной скопали, ну, подумаешь, корни искалечили, и все лето рыхлитие. У кого есть грядки овощные, они знают, что все бахом зарастает травой. Тогда, получается, зачем копал, зачем разрушал, зачем уничтожил червей, зачем калечил корни, попутно уничтожил все моровейники, а теперь обречет, надо все это теперь брать уже тяпку и тяпать. Очень милый пенсионер, обкапывая плодовые деревья и кустачки в соседних деревьях. Так вот, зачем ты обкопал, вот зачем ты целых этих два или три дерева искалечил почву, да чтобы подсунуть нам а за фоску. Вот почему заработать на этих самых, на дураках. И вот тогда и еще если на участке есть червей василивы, первым делом проверьте, если на деревьях раны от обрезок до конца. Они ослабляют иммунитет и деревья и их часть плоды. Заметьте, плоды, часть деревьев. Об этом вы никогда не делите и поузнайте. Это как все самостоятельно. Вот. И когда вы видите паршу на этих на плодах, начинается обработка ядами урожая, вот, оттоку. А связать это, что дерево по льду, поэтому на этих плодах все в парше. А вот никого в голову не приходит. И только прошу. Извините, я полношарка не указываю, это, плод залезет. Ох, я расшумелся. постулатом мне, что-то никогда, нигде не прочтете. Но я до сих пор один. Плюс мои друзья. Жилища, червей, муравьев, бактерии, грибов, грибов. Обязательно, прямо сейчас. Грибов. Ороли грибов вообще молчат. Вот. Их польза. Грибы окружены геновисти. Вы представляете, грибы работяги неприкосновенные. Хрестоматийный пример. Извините, еще раз скажу, потому что действительно, муравьи в плодах. Перезбыток влаги. Один раз за 40 лет у меня такое случилось. И, если раньше бывало, ну я сравнил, допустим, если я видел, всех заливает абрикосов, высад, вот дай, у него лопаются плоды. Ну тут легко связать, да? Вот. А вот с неба падает, ну, судьба. И плоды не все, не со всех деревьев, а с некоторых лопаются. И вот эти вот поднятые земли, видите, вот эта вот трава, да? Это я с земли поднял. А это я, Александр Савильевич, который проходит у меня практику. Кстати, потом забуду сказать, в прошлый раз не сказал. Вы знаете, почему она настоящая ученая? Догадайте. Вот даю одну минуту. Чем ученые отличаются от просто у меня обывателя хватало? Приедут, ах, ох, купят, уедут. Так, минута прошла, у нее в правой руке косточки череши. Заметьте, съела череши и не выбросила. Вот так и ходила, вот так. Почему? Потому что она аспирант университета, настоящий ученый. Вот так и отличаются. А вот это вот мы подняли с земли вот и мы еще брали с деревьев. Ну я точно помню, что вот тот, который справа от нас на экране, это земли видно, прилипли, кровь эти самая, трава прилипла. А вот этот может с земли, ну точно помню, как мы с деревьев, я такие же передеревки снимал, и прямо на деревьях мы их разламывали, прямо с деревьев снимали, и вы увидели целый бороведик. Кто виноват? Не дай бог, вот сегодня я уже решил так, не дай бог, вот ту женщину кандидата, самая раскрученная в стране, якобы садовод, но слово садовод надо брать в кавычки, вот, которая ненавидит муравейников так, что готова погубить их все, вы понимаете, повторяю, муравей наступит, на яд, занесет муравейник, и муравейник погибнет. Вы понимаете, нет? А если такие, как тот Никитин, который докопался до этого, до правды, которую мы давно уже знали, 20 лет, я вам показал материал, который был за 10 лет до этого сделал, до Никитина, вот, допустим, да, вот, это все позади, вот, и получается так, что ничего мы не смогли сделать, ничего, и уничтожение воровьев, вот, такими, как Микидзи, благоцелем, тут, ладно, в лаборатории, он этим напрямую не занимается, но ведь убедятся молодых ученых, талантливые идеальные, они возьмутся и придумывают биологическое оружие, ну, например, как уничтожить этих самых маток, уровенных маток, как уничтожить, а? Или самцов вот этих, кстати, вы знаете, они скрыли самцы, вот, это их особая роль, а то думают, ну, вот, они бездельники, либо только трахаться и любить за выражение, вот, это важнейший момент, что надо срочно внимание, обращаясь к Савельичу, обращаясь всем на равнодушие, всем, кто закончил вузы, кто не закончил вузы, никогда не закончил, поймите, эту подлость, этого ханалия надо остановить, вот, природа виновата, раз за 40 лет прямо на дереве полопались плоды, абрикоса, в них появились дырки, и туда прям по стволам у них ноги есть, у них крылья есть, залезли муравьи, и пируют, это их законное добыча, законное, почему? Остальное время они защищали эти же деревья, как я говорил, ни одной дырочки, говорил, вот, когда всем, телевидением, все, все съемки, все группы, искали одну дырочку, говорил, вот, остановить этого ханалии, на уровне России, как вам обращаюсь, эти 500 человек, которые ничего не решают, ни одного олигарха, потому что можно было бы с помощью денег такую компанию развернуть, чтобы я везде выкупил место на всех этих телевизионных площадках, чтобы купились бы на деньги, я говорю, вот он берет, дайте полчаса, вот, и другим же дают, ну, когда речь идет о поющих трусах, вы же понимаете, поются, значит, делятся, а мне нужно ради хорошего дела, экран, мне нужно ради хорошего дела этот самый, трибунок, это очень важно, вот только еще раз говорю, вот там, тот момент, когда я сказал, когда про, это там еще частый случай, когда я говорил про кометь, про живицу, одна из страшнейших ошибок, да, только ради этого надо было сегодня вебинар провести, пусть бы он был пять минут, уже бы пользу, уже не зря живу, а вот это, про муравьев, это исключительнейший случай, единственное, знаете, что я сейчас скажу, нас уже блокировали с братом на наш канал, на семь дней, я не могу громко уже сказать, вы понимаете, если я сейчас скажу громко, и не дай бог, он возьмет брат, мы же делим вебинар по темам, и допустим, эту тему он назовет, допустим, вот, муравьев, главный защитник сада, и опять кто-то возьмет, как-то руководителя ютуба, и напишет, блокируем теперь навсегда недоказуемо, а как действительно недоказуемо, кандидаты науку смотрят на экран, заносят в этот самый, на огромном листе, по-моему, металлическом листе, значит, целый муравейник, как они у дитроны, вот такой, и поливают уксусом, вы понимаете, что творится, вы понимаете, что оружие изобретут, а потом поздно, это так же, как примерно, ведь не обязательно создавать водородную бомбу, ведь когда водородная бомба начала гореть, это же процесс горения, гелия, вы знаете, что такое водородная бомба, в школе проходили, вот, это процесс горения, она горит, и не это, и они сидят, эти ученые, физики, в ужасе, уже сроки прошли, горение должно было закончиться, топливо должно было прекратиться, реакция, цепная реакция должна была прекратиться, и все, она не прекратилась, и они в ужасе сидят, у них там седые волосы или лысые волосы, они держатся, ну господи, неужели атмосфера загорелась, ну это ладно, тоже страшный был, вы заметили, что, а после этого отказались от испытаний, это не шутки, вот, а здесь-то проще, а давайте-ка оружие против муравьев, чтобы они не раздражались, они же враги, смертельничные враги, а, кандидаты наук, ведь вас же тоже учили это, вы же не сами придумали, это идет из поколения в поколение, и тогда на несколько лет жизнь погибнет, доедим все, что было, муравьев нет, все уничтожено, уничтожена будет вся растительность, это же равновесие какое, потом, еще пройдет годы, исчезнут люди, все мы выберем, а потом жизнь-то будет продолжаться, да, потом смотришь, кто-то завидит муравьев, или где-то муравьи эти вылезут из каких-то катакомб и займут нишу освободившуюся, вот это, ради этого я живу, ради этого, вот этот вебинар, единственное, ну нельзя, вот сейчас вот брат возьмет, напишет все это, броский заголовок, чтобы все видели, вот, и все, и мы остались без канала, и вообще-то да, это последний шанс, раз, но врали, холоднее, чем у вас, прикинь, это мне, на меча не сделали, атаку сделали, на меча не, я показывал эти фильмы, в отдельном, но вы не могли все видеть, там, 200 просмотров, я тогда шутливо написал, приезжайте к нам на колобку, я-то лучше бы к нам, ну где не колоба, но все-таки это, кстати, все бедусинские песни отличаются от хасатского, ой, елки, палки, такой хороший вопрос, может быть, на нем и закончим, вот же, это не я, это товарищ спросил, интересно, а почему вот там, а, да он наверняка не смотрит в юбинак, раз он общается с помощью ватсапа, ладно, я себе не забуду, сейчас, смотрите, показывал еще раз, Новосибирск, минус 18,20, средняя зимняя за три месяца, Косоянск, минус 18,20, так, за три зимних месяца, самое низкое, Селябинск, намного теплее, 4,19, Абакан, Саянагорск, 16,19, вот, ну, тепле, согласен, где-то между Селябинском и Новосибирском, так, а мой район, май на Селябушке, даже холоднее, почему, я про это сто раз рассказывал, про Минусинскую котловину, рассказывал, что город, город, что Абакан, греет сам себя, вы знаете, поэтому там, пожалуйста, пару градусов, и уже, глядишь, что-то не замерзнет, нет его никакого рая, я сейчас вынужден сказать, потому что, уже когда это было сверстено, вдруг, мне присылает ролик, может, брат, бывают и другие, присылает, и говорит, в ролике, про ролик, говорит, или там написал, а это, значит, Чудопалов упоминает вас, я думаю, интересно, ведь я же про Чудопалов всем рассказал, Чудопалов, и повторю, даже несмотря на то, что мне его, не понравилась его, реакция, наборируете, вот, я в таких случаях заближаюсь, потому что, худший человек, вот, от таких не приближается, тот, и он, кто бы сейчас моркался, придется вставать, и что, ну, что делать, я возьму нормальный мужика, который бросил, маржевать, и перешел в разряд, добывать его, все, да, 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 так, да, да, все, потому что, я могу, кида, я могу, штуку, кида, 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 Так, все, продолжаю Значит, убедились, что у меня в Средней Земле всего-то один градус отличается Заметьте, в Красноярске 17,20, у меня 17,19 Один градус То есть, нет никакой противоречия И вот всегда пал Почему я говорю, фамилию называю? Ну, без обиды Отзыв Чтобы не просто со мной общался, спорил со мной А он взял и промокрад сказал Следующее Его спрашивают Ну, а как вы относитесь железома к его сортам? Ответ был примерно, в общем, есть в двух словах Ничего особенного, там теплее Вот, тернасть Ну, ладно бы, если бы он не укрывал И получал бы эти урожаи першиков Но он 100% не укрывает, 100% А у меня персики есть и укрывные, и не укрывные Да, не укрывные Через год плановносят Укрывные каждый год А если еще говорить точнее Укрывные, я имею ввиду Варианты, которые Минусинский и Хасанский Которые от меня перешли В летник Чернобай Вот так Вот, они перешли туда Вот А у меня были только не укрывные Я этим гордился Я их терял, они замерзали Вот, но я этим гордился Что я не укрываю И как можно было сказать Что У меня Райский климат Еще раз Я прошу Чудо Павлов Я считаю, он просто Ну, не до Недооценил Не стал вникать в это дело Вот Поэтому я вам предлагаю Приезжайте к нам Пусть и на колокол Ну, хотя бы в это К нам В Коснегский край В Коснегский район Вот Жаль Не ожидал Все-таки Я надеялся, что Он лучше разбирается Вот А эти данные Вот они Бойкова Моя хорошая Знакомая Она же директор ГСУ Тогда Поделилась С Курдюмом Которая я сейчас вспоминаю Курдюмов со мной Вот это все Тут есть еще более ценные вещи Это где прививать Били его на высоте Это мы отдельно разберем В чем он будет продолжаться Вбили людям голову Чем выше, тем теплее Это же Догадаться до такого Вот оно На самом деле как Но Это будет другая тема О чем еще поговорим У нас уже время истекает Так Ага Осталось 17 минут Чтобы выдержать Все Публикации Всем дать Виде деревья Да Это пожалуйста Это не могут Вот я Не знаю У меня Если у нас вообще плохо С садами Садами То в виде деревьев Хуже всего Сюда входят и колонды Сюда входят эти самые Кокарлики До Клоновых подвоях Вот А публикации есть А вот отказаться А вот То что Наш друг Из Харькова Семенченко Который Интерпретировал Бои Статьи Преподнес их Как сказать Как он это видит Всем Для чего послала Вот Про то что Еще кое-кто Нас послал И в этом потом Вот Вот я смотрите Специально Вы не разрешили Догадайтесь Чей это Чей фотографий Дело в том Что вот Одна фотография Так А и вот Вторая Вот верхняя И нижняя Видите Это и все А теперь Я Понятите Я уже показывал Вот эту Фотогалерею Да Это что Трудно сделать Такие фотографии И целые деревья Сделать И крупный план Вот И чтобы люди Вот этому поражались Вот Сейчас Далеко ходить И вы Ходите Покажу Фотографию Новороды Из Вишен Вот Самый популярный Моего сада Видите Как я делал Раз Поднес сюда Вот И все Смотрим дальше Ой Боже Боже Самое интересное Что Здесь есть Не только Как у Другие Пока Вот смотрите Вот эту Фотографию С Трусами Сергея Вот Это его Рука Да Вот И такие Ну ладно Все бы это Проходили А вот Это самое Популярное Где целое Дерево Попадает Смотрите А то На тарелочке Это не все Вот И вот Это тоже С воротом Десятками И вот Поняли Да Для чего Я это Все Показываю Значит Сажатся Покупайте Покупайте Вот Эти Пожалуйста Уже Вторую Сотню Проверяю Вторую Сотню Брат Присылает Мне Ссылки Где Хоть Один Дерево Хоть Ну неужели Нельзя Показать Хоть Одно Дерево А потом Случилось Следующее Итак Пермский Край Где Заметьте Я не стал Там Много Питомников Я не стал Это Что называется Разорять Один Из них Вопрос Был зад Один Жителя Пермского Края Посмотрите Нет ли Тут Ваши Фотографии Вот Они Сразу Две Видите И Вот Всегда Вот Эта Фотография Всегда Крайне Левая И Когда Эти Видимые Они Не выбирают Им Говорят Копюточкам Сделайте Нам Сайт Пожалуйста Вот Набирает Абрикос Серафим Самая Первая Самая Левая Вот Это Вот Вот Она Средняя Внизу Вот И Все Вот Это Одна Из Самых Популярных Тоже Вот И Тоже Моя Вот И Видели И вот Что Интересно Не имея Фотографии Значит Не имея Этого Сорта Они Они Нем И Соб Как Не А Дальше Диже Будет Что Вы Ненавидите Как Там Было Сказано Возьми Который из вас Ольга или Наталья Как вы сказали Да вы потому на нас накинулись Ваши слова, они есть там Я потом как покажу Потому что вы ненавидите Тимирайзовскую академию А вы им потом позвонили После этого фильма Чтобы они убрали мою фотографию И не позорились Вот так надо отставить Часть своей фирмы Закончили Тимирайзовку Звоните в альбоматоре Говорите Вас железом ненавидит Не по делу Вот это вот Там упомянуто было Помните слово Маленький Карниковый деревик Вот карниковая груша На свете нет ни одной груши Рекомендую как надо их Изобличать Берет Художник Это нарисовано Всегда запоминайте сразу Если на фоне вот такой вот Как бы трава Вот такой невероятный фон Он тоже нарисован Посмотрите как Фантазии не хватает Вот обрегает Соловка Вот груша Видите Вот это пятнышко Беленькое На этом Терри Вот это выделяется А это не аду А это не аду И я много чего показывал Там Как это В общем Я таких Разоплачил Добрую сотню Вот Ну и сами видите Бои попадают Число лучших Самых ярких Это не признание Составных Мошенников А это Вегетативные Гибриды Которых До признания Товарища Никитина Считалось Что их не бывает Но я Знаю что переживаю Из-за Никитина Тоже И вы сейчас Раскрутили Завтра могут послать Почему Абсолютно Убежден Он Был Изгоем Он закрылся Это Это будет как Легенда Он на 9 лет Закрылся В своей Лаборатории Не ел Не пил Не спал Вот В своей Личной Лаборатории И вот А вот Бои сейчас Будут заканчивать Но это Очень важно Дело в том Мы не дойдем До той Статьи В другой раз Покажу Которую Забраковала Это Которую Забраковал Киев Дело в том Что Так Получается Так Получается Трогать Эту Тему Это Болезненная Тему Сейчас Дайте Мне Секунду Подумать Ладно Скажу Итак Никитина Опубликовали Статью Одну Из самых Уважаемых Журналов Планеты Сказал Что Эти Кусочки ДНК Не Мусор Поняли Сегодня Он прикрепился Завтра Открепился И он Доказал Это Это Нереально Тогда Латинков Вот Вот Это Все Вместе Это Как Минимум Докторская Диссертация Вы Понимаете Вот Это Все Видите А Оно Только На моем Сайте На моем Канале Даже Не на сайте На моем Компьютере В архиве Больше Нигде А Здесь Уникальные Сведения Которые Если бы Знали Бы Вот Сказали Ну Хорошо Нашелся Никита Ну Подтвердил Выкапывайте Из гроба Латинкова Хотя бы Бараню Ладно Теперь Будем Заканчивать Как Был Задан Вопрос Его Задали По Ватсапу Но Он Мне Настолько Нравится Вот Его По идее Надо Рассказывать Фотографии 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 Вот Нашелся Один Человек Непорядочный Человек Я еще Не знаю Надо Фамилию Светить Который Сказал Что Уже Незал Дет Никогда Не было Хасанского Персика Что Хасанский Персик Он раздобыл Чернобаева Сделал Ведь Что Не знал Что Это Дублер Вот Он Про это Сделал Вид Что Не знает Сделал Вид Вот И Попутно Опустил Бродского А у него Минус 28 Тот же Хасанский Выдерживает И За несколько лет Якобы Адаптировал Персик Хасанский Дал ему Новое название Персик Палькова И Оказался Вот Это Действительно Величина Этого Белатинков Вот Однажды Я уже Договорил Потому что Его никто Не просил Озвучить Это все Что Железова Никогда Не было Персиков Вот Я вот Приезжал Железов И Два дня У меня Жил Залез Ко мне За пазуху Вот Уехал И Чтобы Оказаться Первым Накупил Где-то Продажных Персиков Обреченных На смерть Вот И это все В течении Несколько Лет С нуля Якобы Начиная Адаптируя И теперь Персик Палькова Представляете Вот Вот тут Действительно И вот Тогда Я сейчас Скажу Посмотрю Вот здесь Вот По Ватсапу И Будет Как раз Время Выходит А Будете Связываться С Пальковым Пожалуйста Пусть Покажутся Глаточница А тогда Уже Дальше Вот А то Оправдывается Ну где Вы не Поняли У меня По улице Персики Не выбежали Нет Нет Они высыхают А это Разные Они Оказываются Белье Слушай Тоже Высыхают Я Такого Дебиля Обращения Никогда Не Свидел А почему Я с ним Так Разговариваю А не Хрен Было Врать Приехал Два Дебиля Прожил Я За друга Привел Вот А это Легко Бродский 28 Уже Заварики Нет Все Я первый На планете Вопрос Всем Бельусинский Персик Отмечается Хасанского Фамилии Нет Отвечаю Пока Так Ну Пока Так Потом Могу И с фотографиями И показать Скоро У меня Каждый год Были Персики И урожай И все И телевидение И Горналисты Все было Просто Есть такой Способ Убрать Конкурента Вот Да У людей Они будут Замерзать На него Персики Потому Что Он Перекупщик Вот И Если Вот Еще Вягнет Я Отдавшую Правду Расскажу Про него Ведь Еще Где-то Вягнет Что Получается Сего Слов То Железо Большой Дик Вы Понимаете Что Я Продаю Что Сергей Мой Сын Продает Где Черезки Берет Ладно Тогда Давайте Так Еще Буквально Пару Слов Про Персик Фотогалерея 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 Персик Персик Касанский Привитый На Бажорский Абрикос И На Китайскую Сливу Получил Дополнитель Несколько Поколений Получил Дополнительную Дополнительную Достойкость Несколько Градусов Персик Персик Бенусинский Рассказывал Привез 20 Коротко Привез 20 Саженцев Они Вот тут Есть Выше Выше Все Давайте Другая Сразу Скажу Пока Два Слова Итак Привез Друг 20 Сельцев Дополнительные Дошли И Сейчас Их Осталось Порядка 6 Не вымерзает Чувствует Себя Плохо Не Привит Так Так Одессе Себя Остались Да Все Эти 15 Урожая Давали Фотографии Есть Но Это Потомки То Что Сейчас Попало В виде Косточек Вот Потому Что Косточек Я Продаю Вот Это Попало В виде Косточек И В виде Вот Одежив Ну Все Видели Ну Не Все Но Многие Видели Видишь Фотографии Видишь Самое Мои Походы По саду Подхожу Угощаю Дюс Фотографии Сделаны В присутствии Туршот Полота Турскобила Знаете Какой Этот человек Однажды Когда Вот Такие Вот Мягко Скажем Хорошие Люди Как Бальков Андрей Значит Начали Доказывать Что Я Где-то Кого-то Обманыв Я Сказал Вот Ваш Телефон Вот Туршот Полот Можно Я Буду Давать Всем И Пусть Будет Подтверждать Угощал Я Вас Или Не Угощал Персиком Или Не Угощал Вот Так Да Конечно И При Каждой Встрече Привозя Ко мне Гостей Каждый Год Он Говорит Это Город Это Выдающий Садов Ну А Как Морк Еще Узбек Говорит Говорит Ладно Так Это Говорит 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 Желаю